Эпидемия коронавируса в России обрекла тысячи таджикских семей на нищету. Политолог Парвиз Мулоджанов опубликовал на своей странице в Facebook историю шестерых граждан Таджикистана, которые остались без работы в разгар эпидемии коронавируса в России. Они остались без средств и вынуждены выживать после введения режима самоизоляции. На родину ничего не отправили. Мне сегодня позвонили знакомые из Москвы, просили помощи. Их рассказ – хорошая иллюстрация того, в какой ситуации оказались трудовые мигранты. Их шесть человек в двухкомнатной квартире, все родом с разных регионов, женщина со взрослым сыном и еще четыре мигранта, работавших кто в строительстве, кто в сфере услуг. На сегодня пять из них остались без работы. Шестой устроился курьером в продуктовый магазин, но работа только до конца месяца. На этот месяц с трудом и скребли на квартплату. На продукты почти не осталось. Минус пишет Парвис Мулоджанов. Он рассказывает, что мигранты живут в складчину, готовят в казане на всех, чтобы было дешевле. Но продуктов им хватит только на неделю. Уже собираются звонить на счет гуманитарной. Работы у них нет. В городе открыты только продуктовые магазины и аптеки, но там уже все места забиты. В соседнем магазине есть еще вакансии для кассиров, но берут только людей с российским гражданством. На родину в этот месяц ничего не отправили, сказали самим даже на питание не хватает. У женщины, кроме сына, еще осталась дочка с ребенком в Душанбе, которая жила только за счет их переводов. Теперь у нее даже нечем за свет заплатить, подчеркивает политолог. Они настолько в шоке, что, по-моему, даже не осознали еще, в каком тупике оказались. Единственная надежда у них, что карантин закончится в мае. Но, чтобы начать работать в мае, сегодня надо продлить патенты, на что у большинства их них уже нет денег. Сейчас звонят всем знакомым, чтобы занять, чтобы не лишиться патентов. Парвис Мулоджанов отмечает, что если в России в мае карантин не закончится, то даже не могу представить, что делать. Двое из них вчера свалились с температурой. Завтра их собираются отправить в соседнюю поликлинику на тестирование, чтобы не заразили остальных, если есть что серьезное. Но там тоже надо платить и еще неизвестно, примут ли, пишет Мулоджанов. Единственные кормильцы невозможно представить ту степень отчаяния, в которую сегодня погружаются сотни тысяч человек только в Москве, как их семьи на родине. В комментариях под постом парвизы люди отмечают, что нет смысла продлевать патент, так как ситуация в России не наладится к маю. 14.43.4 апреля если запрет продлят, нам придется туго. Истории таджикских мигрантов, которым коронавирус усложнил жизнь. Комментаторы рассуждают о тяжких последствиях прекращения потока денежных переводов от мигрантов, которые для многих семей Таджикистана являются единственным источником дохода. Один из пользователей, подчеркивая экономическую зависимость, пишет, когда в России будет кашель, у Таджикистана будет пневмония. Сейчас в РФ свыше 18 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, 148 умерших и почти 1,5 тысяч выздоровевших. В большинстве областей введен режим самоизоляции, самые строгие меры предприняты в Москве и Подмосковье, там выходить из дома можно только по необходимости, а с этой недели, только получив специальное разрешение.